В Великобритании скончалась женщина, отравившаяся ядом новичок. Чуть более недели назад она со своим партнером была доставлена в госпиталь в Солсбери, где ранее проходили лечение бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь. В покушении на них Лондон обвиняет Москву. Но связаны ли эти два случая напрямую, выясняла Ирина Папахова. После гибели 44-летний Дон Стеджес полиция начала расследование убийства. Британские политики выразили соболезнования родным и близким погибшей – матери троих детей. Её партнёр, 45-летний Чарли Роули, до сих пор находится в критическом состоянии. Жители городка Эймсбери, что в 11 километрах от Солсбери, были госпитализированы 30 июня симптомами отравления. О паре известно, что оба были безработными и могли копаться в мусорных баках. Зная об их образе жизни, врачи сначала предположили, что причина отравления – передозировка наркотиками. Но потом выяснилось, что они подверглись воздействию вещества той же группы нервно-паралитических ядов, как и то, которым в марте отравили скрипалей. Известно, что накануне отравления пара ездила в Солсбери. Там они ходили по магазинам, потом были в парке. Теперь службы безопасности ищут заражённый предмет, с которым пара, возможно, случайно вступила в контакт. «Их реакция на яд была такой сильной, что это привело к смерти Дон и к критическому состоянию Чарли. Это означает, что они получили большую дозу, и мы предполагаем, что они трогали руками контейнер, который мы сейчас ищем». Прямой связи между этим инцидентом и отравлением скрипалей полиция пока не обнаружила. Насколько известно, пара не работала со спецслужбами, поэтому указаний на предумышленное нападение нет. Власти Великобритании просят Москву оказать помощь в расследовании обоих случаев. В отличие от покушения на скрипалей, в этот раз британские власти пока не намерены вводить санкции против России и призывают не делать поспешных выводов. В марте, после отравления двойного агента и его дочери, Лондон не стал дожидаться результатов расследования и сразу выслал из страны российских дипломатов. Однако власти Великобритании по-прежнему считают Россию ответственной за нападение на скрипалей. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.